Приветствую вас. Для начала было бы неплохо понять характер зависимости от взрослого сына. То есть, если зависимость не эмоциональная, а, скажем, психологическая, то в этом случае есть некоторые проблемы. То есть, так просто избавиться от нее не получится. Если эмоциональность, вот эта зависимость у вас физическая, то есть, что такое физическая зависимость? Именно физическая зависимость. Физическая зависимость это, например, когда вы, допустим, нуждаетесь в его, обеспечении вами, да? То есть, ну, как бы не можете сами справиться с какой-то проблемой, да? Вам нужна помощь в этом, вот. Вам нужна помощь в, например, в содержании себя, в поддержании себя. Ну, вот. Такого рода помощь, в общем. Было бы, конечно, все не так. Гладко. Потому что здесь нужно менять именно свою, именно что-то менять в своей деятельности, в своем отношении, в своем отношении к, ну, к людям, да, к окружающим, в своем отношении к себе самой, да? То есть, вы как-то, как-то вы оказались вот в этом состоянии, в этом состоянии зависимости. И, соответственно, оно было для вас, оно было чем-то обусловлено. И, на мой взгляд, здесь важно, вот, серфа определить именно характер. Вашей зависимости. Дальше. Значит, следующее, что нужно понять и постараться принять, это то, что любая зависимость обусловлена потребностной сферой и не адекватна этой потребности способом удовлетворения. То есть, можно говорить, что вы зависимы, потому что в чем-то нуждаетесь, но сами достичь того, в чем вы нуждаетесь, вы либо не можете, либо, может быть, не хотите, либо не считаете для себя это сколько-сколько-нибудь возможно. То есть, такая вот ситуация тоже вполне может быть, ее нельзя сбрасывать со счетов в любом случае. Вот и получается так, что нужно рассматривать вашу потребностную сферу, то есть, что вам хочется, что вам нужно, чего вы желаете. И, соответственно, уже через нее, через потребностную сферу можно будет понять, как вам, как и что вам делать. Для того, чтобы зависимость вам больше не мешала жить. На мой взгляд, свой вопрос вы написали очень коротко. Поэтому дать рекомендацию можно только такую, самую общую, самую такую, самую общую, потому что непонятность вашей, именно ваши индивидуальные особенности, именно ваши индивидуальные моменты, именно ваши индивидуальные отличия, они не ясны. И, соответственно, если они не ясны, то нельзя дать вам какую-либо конкретную рекомендацию. Потому что, например, я буду что-то говорить, выяснится, что это вообще не про вас. Ну, например. Вот. Может такое быть. Да, вполне. Очень легко. И если, как бы, мы не хотим с вами попусту терять время, да, то лучше будет, если вы все-таки выберете себе эксперта на нашем ресурсе, да, и с ним поработаете. Это будет куда более продуктивно для вас, чем вот задавать вопросы такого типа. Вот. То есть я, конечно, понимаю, что, может быть, у вас нет другой-другой возможности, вот, и, может быть, вы не можете. Вы бы и рады, может быть, ну, не видавать вопрос, а, может быть, вы бы и рады, там, например, за платные консультации обратиться, да, и так далее. Вот. Я это понимаю. Но и вы, пожалуйста, тоже старайтесь понять, что проблема-то, она довольно серьезная у вас, да, то есть зависимость, да еще зависимость от взрослого сына, да. То есть, ну, серьезная проблема, явно не какая-то такая, знаете, вот, из пальцев высосать. И рекомендовать вам что-то так, чтобы вы потом, например, думали, что у вас что-то другое, или, например, рекомендовать вам что-то такое, чтобы вы как-то неверно думали о своей проблеме. Ну, лично мне не хочется, поэтому, если вы хотите, чтобы мы вам помогли, да, то все-таки постарайтесь рассказать о себе подробнее. А еще лучше постарайтесь подумать о том, что заставляет вас снова и снова удерживать себя в состоянии зависимости. То есть, вот, какие все-таки потребности заставляют вас себя вести так, какие потребности заставляют вас находиться в этом состоянии? Ну, не совсем приятным для вас, да, наверное, подумайте об этом. Это правда очень важно для вас, в первую очередь для вас. И для нас тоже важно, потому что, если мы хотим вам помочь, то нужна более полная информация. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok